Дорогие друзья, прошу занимать ваши места. Мы сейчас начнем. И перед началом научной пленарной сессии техническое объявление. Коллеги, в обед в зале Тоскана на третьем этаже организованы обеды для участников по 800 рублей. Комплексные, так что прошу всех желающих пользоваться этой возможностью. Но до обеда, но вообще надо его заработать. Поэтому сейчас я с большим удовольствием объявляю пленарную лекцию сегодняшнего дня, первую. Илья Борисович беспрозванный. Я думаю, что свою эфилиацию он сам покажет на презентации. А лекция называется «Внутриклеточная сигнализация в нейронах. Норма и патология». Прошу, Илья Борисович. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Спасибо Михаилу Аркадьевичу и Павлу Милославовичу и Михаилу Леонидовичу за возможность дать эту лекцию. Конечно, для меня это большая честь выступить перед физиологическим обществом и рассказать и о нашей работе, и вообще о нашей области. Михаил Аркадьевич попросил меня рассказать о эндриклеточной сигнализации в нейронах. Ну, понятно, что эта тема очень обширная и широкая, поэтому я постараюсь все-таки ее сузить до какого-то более переваримых, скажем, куска. И поэтому в основном я сосредоточусь на кальциевой сигнализации. Это выставка «Жизнь нейрона» Общества нейробиологов Америки. В Кашингтоне вы видите, что тут показано, что нейрон — это огромная и сложная машина, которая отвечает за наше сознание, которая отвечает за память, которая отвечает за нашу возможность общаться с внешним миром. И это очень сложная машина, и нейроны имеют между собой много контактов, где, собственно, и происходит обработка этой информации. И что я хотел бы сказать, что на самом деле нейроны ведут двойную жизнь. С одной стороны, они выступают как электрические сигнальные машины. Это та функция нейрона, о которой мы чаще всего слышим. Это состоит в том, что они могут генерировать потенциал действия. Это потенциал действия распространяется по аксонам. В результате синаптической передачи приводят на следующие нейроны. И, собственно, так информация и обрабатывается в мозгу. И большинство людей, нейробиологов, когда говорят о нейрональной функции и о свойствах нейронов, именно они в основном фокусируются на этом свойстве нейрона. Я, наверное, так микрофон возьму. Можно включить это, чтобы работал? Включено? Вот, отлично, спасибо. Вот, большинство людей, когда, так сказать, говорят о нейронах, именно они вот эту функцию нейрона как электрические сигнальные машины в основном и рассматривают в нейробиологии. Потому что именно на основании способностей нейронов функционировать как электрические сигнальные машины, собственно, вот вся информация обрабатывается в мозгу. Но в то же самое время нужно не забывать, что нейроны все-таки клетка. И как любая клетка, у нейрона есть много сигнальных путей, тех же самых, которыми любая клетка в организме пользуется. Есть вторичные посредники, существуют каскады кеназ и фосфатаз, есть инскрипционные факторы, которые влияют на экспрессию генов, происходит сплазинг РНК, происходит посттрансляционная модификация ДНК. И вот эти две жизни нейрона, они как бы идут параллельно. То есть, с одной стороны, это электрическая сигнальная машина, где нас волнует только электричество, а с другой стороны, есть очень много сигнальных путей, которые у нейрона и у любой клетки общие. Есть, правда, одно ограничение, которое отличает нейроны кардинально от любой другой клетки, что нейроны — это неделяющиеся клетки. Но это понятно почему, потому что если нейрон — это часть нейрональной сети, то в этой нейрональной сети невозможно вынуть и заменить, или удвоить элемент, потому что тогда вся сеть начнет, функция этой сети будет нарушена. Поэтому вот наши параметры такие, что у нас, с одной стороны, нейроны не могут делиться, но, с другой стороны, они продолжают сигнализировать и внутри, так же, как любая клетка, но при этом продолжают выполнять электрическую функцию. И вопрос о том, как вот эти электрические функции и их функция в сигнализации внутриклеточной, как они взаимодействуют между собой. И, собственно, про это я хотел рассказать, но, опять же, как я говорю, тут очень много, в принципе, о чем можно рассказывать, но чтобы все-таки это было как-то возможно нам сегодня обсудить, я сосредоточусь только на одном типе сигнализации — это внутриклеточная кальциевая сигнализация. Вопрос состоит в том, вот эта электрическая сигнализация мы слышали от Юрия Викторовича на первой лекции о главной роли натрия и калия, и двух ионов, которые, собственно, позволяют нейронам осуществлять эту электрическую функцию, которая происходит за счет координированной активности натриевых каналов и калиевых каналов, и за счет этого вырабатывается потенциал действия, который, собственно, позволяет им вот эту электрическую функцию выполнять. Ну, тут все понятно, значит, два ионных потока, поток натрия через мембрану, поток калия через мембрану, и вот это позволяет генерировать потенциал действия и распространять его по аксону. Вопрос, который стоит, как же все-таки вот этот электрический сигнал транслируется в внутриклеточный сигнал? И ответ на этот вопрос, на самом деле, ну, понятно, что происходит много разных потенциальных связей между электрическим сигналом и внутриклеточным сигналом. Но один из самых эффективных и самых быстрых и самых наиболее широко используемых путей сообщения между электрической сигнализацией и внутриклеточной сигнализацией – это ответ потенциалозависимых кальциевых каналов. Это каналы, которые в ответ на депролизацию мембраны открываются и позволяют кальциевый вход в клетку, и позволяют быстро увеличить концентрацию базального кальция от 0,1 микромоле до примерно 1 микромоле. Ну, и вот это то, о чем я хотел сегодня рассказывать. В основном фокус будет на кальциевой сигнализации. Это план лекции. Мы обсудим про потенциалозависимых кальциевых каналов, и что про них известно. Обсудим специфическую роль кальциевой сигнализации кальциевых каналов при синаптическом терминале и роль синаптотагмина как сенсора кальция при синаптической трансмиссии. Обсудим синаптическую пластичность и роль NMD-рецепторов КМК и СТУ. Обсудим ЛТД и кальциниурин. И дальше перейдем к патологии, потому что, понятно, что если кальция играет такую важную роль в сигнализации клетки, понятно, что если что-то нарушается в кальциевой сигнализации, то в конце концов это ведет к патологии. Существует кальциевая гипотеза старения мозга и, так сказать, выход на нейродегенеративные заболевания, в частности, на болезнь Нанскаммер. Давайте, так сказать, обсудим про кальциевые кальциевые каналы. Роль этих каналов, как я уже сказал, в том, что они, в отличие от натриевых каналов и кальевых каналов, которые занимаются чисто электрической сигнализацией, у них другая роль. Они конвертируют электрический сигнал, ну, потенциал действия, в химический сигнал. То есть вот происходит изменение потенциала на мембране, открываются ворота кальциевых каналов, происходит кальциевый вход в клетку, и изменение внутриклеточного кальция. Эта кардинально отличается от натриевых и кальевых каналов, потому что если вы посчитаете, что происходит с концентрацией натрия или калия в момент генерации потенциала действия, она практически не меняется. То есть происходит изменение электрического потенциала на мембране, но концентрация внутриклеточного натрия и калия меняется на миллионные доли процента. Фактически она не меняется. Если, так сказать, очень долго потенциал действия вырабатывается, в какой-то момент она начинает немножко съезжать, но в принципе можно думать, что в первом приближении натрий и калия концентрация от работы натриевых калиевых каналов не изменяется внутри клетки. Это кардинально отличается от кальция, потому что при кальции концентрация очень маленькая, 0,1 микромоли, и поэтому открывание кальциевых каналов и вход кальция в клетку приводит примерно к 10-кратному увеличению внутриклеточной концентрации уровня кальция. Это позволяет клетке транслировать этот биологический эффект. Биологический эффект будет уже зависеть от конкретной, где мы находимся и какие каналы открываются. Это может быть возбуждение секреции, то, что происходит в синаптическом терминале, где в ход кальция через кальциевый канал запускает секрецию нейротрансмиттера. Это может быть возбуждение транскрипции, то, что происходит в синаптическом терминале, где в ход кальция в конце концов транслируется в изменение транскрипционной программы. В мышцах это может быть возбуждение сокращения, в нейронах этого нет, но в мышечных клетках каждое сокращение мышц – это запускается открывание вольт-жазвисим кальциевых каналов и вход кальция в клетку. Давайте обсудим историю кальциевых каналов, откуда вообще эта идея взялась и как, собственно, она развивалась. Изначально первые эксперименты, которые показали, что существуют вот такие каналы и существует вход кальция в клетку в результате активности нейронов, это работа Хагевара. В 1964 году были измерения с изотопом 45-м изотопом кальция, и было показано, что на мышцах ракообразных, если генерировать потенциал действия экспериментально, то происходит накопление 45-го кальция в этих мышцах. Отсюда возникла вот эта кальциевая гипотеза, что есть какая-то связь между электрической активностью и изменением кальция в клетке. Та же лаборатория Роболариха Хагевара на самом деле произвела первое измерение кальциевых токов в полнотической мембране, где было показано методом уже электрофизиологии. На мембранах яйцеклетки морской звезды было показано, что существуют вот такие кальциевые токи, которые могут генерироваться в ответ на потенциал действия. Платон Григорьевич Костюк, великий советский украинский физиолог в Институте Богомольца в Киеве и большой друг моих научных водителей Николана Мажаева и Александра Петровича Наумова. На самом деле провел первые, ну одни из самых первых, несколько лабораторий в то же время опубликовали это, но в том же году, измерение, первое изменение потенциалозависимых кальциевых токов. Это была работа на нейронах улитки. Только что был тогда изобретен метод фиксации потенциала в интервью клещной перфузии. И вот эта классическая статья Костюка, Кришталя, Олега, которую мы упоминали здесь в одном из докладов, о регистрации, фактически одной из самых первых электронологических регистраций кальциевых токов в ответ на потенциал действия. Фактически одной из самых первых прямой демонстрации существования кальциевых каналов. Дальше был изобретен метод патч-кламп, который позволял изучать каналы не как интегральный ток, а на уровне одиночных каналов. И вот лаборатория Ричарда Чена была одна из первых, которые применили этот метод патч-кламп для характеризации кальциевых каналов. И они увидели, что на самом деле их много разных типов. Это одна из классических работ Бертониллос, где было показано, что существует больше, чем один тип. Электрофизиологическими методами на уровне одиночных каналов было показано, что существует более, чем один тип кальциевых каналов. Это два типа кальциевых каналов. L-type, L-for-long-lasting и T-type, T-for-transient. И вот отсюда появились изначально L и T-типы каналов, но потом стало понятно, что их больше. Следующий прорыв был осуществлен лабораторией NUMA в Японии, которая, используя биохимически выделенный рецептор дегидроперидинов, и уже было известно, что дегидроперидины связываются с L-type кальциевыми каналами, им удалось отклонировать порообразующую субъединицу, то, что мы сейчас называем альфа-1-субъединица, кальциевых каналов L-типа. Вот это статья NUMA в Мече, где была опубликована первая последовательность кальциевых каналов. И с тех пор мы знаем, что на самом деле кальциевые каналы образуют несколько субъединиц. Вот порообразующие субъединицы это альфа-1, есть цитозольная субъединица Бера, есть альфа-ту-делта субъединица, и в скелетных мышцах существует еще гамма-субъединица, которой в нейронах ее нет. В нейронах это как бы пример трех субъединиц. Сейчас, конечно, мы знаем уже намного больше, с тех пор все типы каналов были отклонированы, изучены, охарактеризованы, и мы знаем, что существует, вообще-то говоря, три больших семейства кальциевых каналов. CV1, CV2, CV3. Каналы третьего семейства, CV3, это Low Threshold Activated каналы, то есть это те каналы, которые активируются при достаточно небольшой депролизации мембраны. CV1, CV2 это High Threshold Activated, то есть это те каналы, которые для их открывания требуется более сильной депролизации мембраны. И особенно нам интересны каналы N-Type и PQ-Type. Ну, в субъединицах реализованы, соответственно, CV2.1 и CV2.2, потому что это те каналы, которые при синаптическом терминале, вот именно они и только они, связаны с секрецией нейротрансмиттера. Остальные каналы, ну, тут как бы расписаны разные у них роли, но вот с точки зрения синаптической передачи, именно вот N-Type и PQ-Type каналы абсолютно критичны. Сейчас, конечно, уже методами микроэлектронной микроскопии мы уже знаем трехмерную структуру этих каналов. Вот недавняя работа, одна из недавних работ из Китая, где показана вот альфа-1, порообразовующая субъединица, которая имеет четыре домейна, и в каждом из них шесть трансмембровых участков. Вот бета-субъединица, которая растворимая в цитоплазме, и вот альфа-2-делта, который имеет один трансмембранный домейн и большую экстра-внеклеточную часть. Но опять я, так сказать, немножко повторяюсь. Функции потенциализма кальциевых каналов. Это как бы другая презентация той же идеи, что вот как бы наш кальциевый канал, порообразовывающая субъединица альфа-1, цитозольная субъединица Бера, альфа-2-делта. И вход кальция запускает разные процессы, которые уже зависят конкретно от клетки, от места, где этот канал находится, от типа этого канала. Это может быть синаптическая передача, то есть связывание входа кальция с секретом. Это может быть в мышцах контракшн, то есть с масл контракшн. И может быть связано с изменением тренингационной программы. Опосредственно через несколько каскадов, сигнальных каскадов, которые в конце концов приводят в ядро. Ну, я хотел бы рассмотреть несколько из этих случаев более детально. Во-первых, идея, что вход кальция, я уже несколько раз повторял, что вход кальция в присинаптический терминал запускает синаптическую передачу. Опять же, мы возвращаемся к классическим работам. Первая работа – это Миледи, Кац и Миледи, знаменитая статья, где было показано, что для синаптической передачи необходимо присутствовать кальция в неклеточной среде. Это те же времена, когда работали Ходжкин и Хаксли, и ими было показано, что кальция не нужен, что натрий и калий хватают для генерации потенциала действия, и кальция не нужен. Миледи показал, что хотя потенциал действия может генерироваться нормально в бескальциевой среде, синаптической передачи не происходит. И вот отсюда возникла гипотеза, что существует какой-то кальцио-зависимый процесс в присинаптическом терминале, который, собственно, и приводит к синаптической передаче. В то же самое время, в тот же год опубликована знаменитая статья Доджир Хамимова. Здесь использовался препарат нервно-мышечное соединение лягушки, и фактически они сделали тот же самый результат Шикоци Миледи, но они сделали его более количественно. То есть они не просто добавляли кальций, убирали кальций, они добавляли разные концентрации кальция в неклеточную среду и посмотрели, насколько изменяется количественно потенциал действия, потенциал не действия, а потенциал в синаптической мембране, в мышечной мембране, насколько он изменяется как функция от кальция. И показали, что это соотношение очень кооперативное, с коэффициентом Хилла около тройки. То есть если вот здесь вот в логарифмических единицах отложена вне клеточной концентрации кальция, а здесь деполяризация постсинаптической мембраны мышцы, и показано, что если посмотреть наклон этой прямой в логарифмических гигератах, то это примерно три. То есть это как бы показало, что не только синаптическая передача зависит от входа кальция, но она очень кооперативный процесс. И это, так сказать, знаменитое то, что называется дочерь Хамима Фриллаченша. То есть вот это очень большая кооперативность между количеством кальция, который уходит в терминал, и секрецией нейротрансмиттера. Сейчас, конечно, мы знаем уже намного больше про терминал, и уже знаем на морекулярном уровне. Благодаря этой работе большого количества лабораторий, которые смогли метамолекулярной биологии практически идентифицировать основные все молекулярные компоненты в синапсе. И вот эти кальциевые каналы CV2.1, это PQ-type, и CV2.2, это N-type, это те каналы, от которых зависит синаптическая передача. Только эти два типа влечены, и существует молекулярная связь между синаптическими визикулами и белками синаптических визикул, и кальциевыми каналами. И на самом деле одна из ранних работ моей лаборатории была связана с тем, что мы открыли, что вот те каналы, которые находятся при синаптическом терминале, N-type и PQ-type, они имеют консервативный карбокситерминал мотив, вот этот DWHC. И у него, начиная от дрозофила и кончая человеком, он во всех этих каналах присутствует, а в других каналах он не присутствует, только в тех каналах, которые именно играют по синаптическую роль. Ну и здесь в этой работе мы показали, одна из ранних моих статей, мы показали, что этот мотив связывается с PDD-домейном в белке Mint1. Ну и, соответственно, была предложена идея, что кальциевые каналы не просто находятся в при синаптическом терминале и как-то там, сказать, в незакрепленном виде, а латерально могут диффундировать, а существует молекулярная связь, прямая молекулярная связь через взаимодействие белков между собой между при синаптическими кальциевыми каналами, N- и PQ-type, и вот комплексом адаптерных белков, которые присутствуют при синаптическом терминале. Вы видите, например, каналы L-type, которые постсинаптические, или каналы R-type, которые не играют роли в синаптической передаче. Этих мотивов не имеют, такого мотива не имеют и не связываются с PDD-домейном Mint. То есть кальциевые каналы находятся не только при синаптическом терминале, но они находятся в непосредственной близости от синаптических физикул на уровне молекулярном. Дальше встает вопрос, как же все-таки хорошо кальциевые каналы открылись, вошел кальций в клетку, как же все-таки запускается процесс слияния синаптических физикул с мембраной при синаптическом терминале. Ну, ответил на этот вопрос Томас Судов, мой коллега, мой хороший друг. И ему удалось отклонировать белок синаптотагмен. Это синаптический белок, который присутствует на у него один тест-мембранный домейн, потому что он в синаптических физиклах присутствует. И у этого белка есть два C2-домейна, C2A и C2B. Ну, вот это одна из статей Томас Судова с Базбеком Давлетовым, где они показали, что можно, используя биохимический метод, где измерялось фактически связывание от рекомбинантного C2A и домена синаптотагмена с липидными физикулами. И как функция констрации кальция. И вы видите, что это фактически повторение статьи Дочери Хамимов. Только статья Дочери Хамимов в 1967 году была сделана функционально. И было показано, что есть вот это кооперативное взаимодействие, кооперативное связиотношение между вне клетчаткой кальция и синаптической передачей. А здесь фактически биохимический эквивалент или молекулярный эквивалент того же эксперимента с таким же результатом. Вы видите, что здесь опять есть очень кооперативное взаимодействие. То есть при достижении концентрации кальция критического значения порядка нескольких микромолей существует очень кооперативное увеличение связывания ситуации и домена синаптотагмена с липидными физикулами. Ну и понятно, что это была не единственная статья. Понятно, что таких таких было много. Опубликовано в лаборатории Тома Судова. И в конце концов он получил за Нобелевскую премию в 2013 году. Это за его Нобелевские лекции. Слайд, который как бы, ну вот его основное фактически научное достижение, где было показано, что вот этот белоксинаптотагмин, имеющий два домейна C2A и C2B, и была решена структура методами NMR сначала, потом пистолографически, где было показано, что действительно кальциевые ионы связываются и C2A домейном, и C2B домейном. И вот, так сказать, они координируются таким способом, и было показано, что вот это связывание пяти ионов кальция с белком синаптотагмин, C2A и C2B домейном, фактически является молекулярной основой, во-первых, связи между кальцием и синаптической передачей, а во-вторых, на количественном уровне объясняет вот эту кооперативную зависимость, когда относительно небольшое увеличение входящего кальция приводит к очень большому увеличению синаптической передачи, за счет вот этого кооперативного связывания кальциевых ионов и синаптотагмин. Теперь давайте перейдем через синапс и обратимся к постсинаптическому терминалу. Значит, что происходит на постсинаптическом терминале? Значит, выбрасывается у нас глютамат, обычно в большинстве синапсов, эксайтеры, и, так сказать, что происходит после начальника терминала. Тут нам надо вообще обратиться к классикам и к Ивану Петровичу Павлову, который в 1903 году предложил теорию условного рефлекса или теорию ассоциативной памяти, которая говорит о том, что, так сказать, можно два изначально независимых события, ну, в этом случае, так сказать, звук, звонок и слюноотделение, в конце концов, в результате тренировки сочетать друг с другом. И так, фактически, это, ну, считается, так сказать, основой, как мы запоминаем. И, естественно, возник вопрос, как же все-таки работает и какой механизм в мозгу, в активности нейронов может объяснить такое поведение. Теоретическое было предложено объяснение Дональдом Хеббом. В 1949 году была опубликована нейропсихологическая теория и фактически, ну, то, что называется в западной литературе Хеббен пластичности и для студентов fire together, wire together. Это означает, что если нейроны одновременно активны и они между собой соединены, то связь между этими нейронами усиливаются. Если же они не одновременно активны, то ослабляются. Фактически, это и есть вот это Хеббен пластисти, которое фактически, ну, большинство литературы соглашается, что, в принципе, это, так сказать, ассоциативная память, она формируется в результате вот такого процесса усиления связи между нейронами, которые одновременно активны, и ослабления связи между нейронами, которые не одновременно активны. Хеббен пластичности. Следующее достижение было работы Эрика Кандела и Така, который тоже у нас упоминал, Павел Милославович упоминал. Это вот та самая гетеросинапческая фасцилитация на изучении рефлекса отдергивания жабр в улитках аплижия, где, как бы, если многократно стимулировать аплижию жабры механически, то аплижия перестает отдергивать эти жабры. То есть вначале она реагирует очень сильно, а потом, скажем, по следующей стимуляции слабее, слабее, слабее. То есть это считается, как бы, ну, модель своего рода запоминания или своего рода рефлекса, который аплижия научилась, вот запомнила, что, как бы, механическая стимуляция этих жабр, не надо отдергивать их. Возник вопрос, как же все-таки это механически работает. То есть это хорошая модель для изучения этих рефлексов. Хебб предлагает. предложил, как бы, теоретическую базу для вот этого принципа fire together, wire together. Но как же все-таки это устроено, как бы, есть ли какая-то на уровне электрофизиологического функционального, можно ли как-то изучать этот процесс. Здесь следующее достижение были работы Тимблиса и Лома. Это открытие долговременной потенциации, LTP, гипогрампик ролика. Ну и фактически вот эта классическая статья, которую Тимблис опубликовал, где было показано, что если в гиппокампике кролика, это были инвивы эксперименты, инвивы электрофизиологии, было показано, что если в гиппокампике кролика произвести, так сказать, титаническую стимуляцию, то есть как бы стимулировать очень сильно чередой потенциалов действия, то на долгое время, ну фактически на время эксперимента, связь между этими двумя, так сказать, нейрональными структурами будет усилена. Вы видите, что это до стимуляции, если как бы не стимулировать, вот как бы это 100% то, что было вслед за титанической стимуляцией, теперь, так сказать, стимуляция после этой титанической стимуляции, стимуляция посинаптических нейронов вызывает усиленный ответ несколько раз, ну тут в три раза в этом эксперименте, ответ в постсинаптических структурах, который как бы, видимо, что остается, ну Павел Милославович в деталях про ЛТП рассказывал, как бы и про механизм ЛТП, но фактически вот оригинальное открытие было вот сделано темблицем. Как на молекулярном уровне работает ЛТП? Как бы если я вас убедил, что ЛТП это является своего рода функциональным электрофизиологическим экспериментальным эквивалентом вот этой ассоциативной памяти, как это устроено на уровне молекулярном? Опять же, здесь у нас, так сказать, кальций, естественно, раз я об этом рассказываю, значит кальций здесь играет важную роль. Стало это понятно изначально с работы Тима Коллинг, который показал, что известные антагонисты НМД-рецепторов блокирует ЛТП. Ну, про НМД-рецепторы мы еще не обсуждали, вольт из зависимых кальциевых каналов открывается в ответ на диплюлизацию мембраны, НМД-рецепторы открываются в ответ на выброс глютамата и связывание глютамата. И тоже приводит к ходу кальция в клетку. Петр Дмитриевич Брежестовский, наш физиолог, известный ученый, я уверен, многим из вам известный, сделал очень важную классическую работу. Он тогда работал с Филиппом Машером в Париже. И они, на самом деле, показали, что существует свойство этих НМД-рецепторов, которое уникально. И это свойство, это классическая статья Петра Дмитриевича, где была показана следующая характеристика. Если проводить электрофизиологические измерения активности НМД-рецепторов в среде, в которой нет магнезия, магнит-фри, то у них есть нормальная линейная вольтамперная характеристика по закону ОМА. Если же добавить 0,5 мм магнезия, то есть это физиологически нормальная внеклеточная концентрация магнезия, то характеристика НМД-рецепторов становится другая. При положительных потенциалах она так и выглядит линейной, а при отрицательных потенциалах на самом деле тока нет. Это связано с тем, что ионы магнезия физически блокируют пору НМД-рецепторов, то есть НМД-рецепторы открываются после связывания глютамата, но внутри поры физически связаны ионы магнезия, и они не позволяют току идти через НМД-рецепторы. Деполяризация мембраны, то есть более положительный потенциал внутри клетки, приводит к тому, что ионы магнезия убираются из этой поры, потому что это, так сказать, вольтаж-зависимый блок. Потенциал-зависимый блок. В результате при положительных потенциалах магнезия там нет, и ионы идут нормально через НМД-рецепторы, через пору. При отрицательных потенциалах магнезия там присутствует, ионы не идут. Значит, чем, почему это настолько важное свойство НМД-рецептора, которое фактически является молекулярной базой для способностей НМД-рецепторов поддерживать ЛТП? Потому что это позволяет работать как детекторы совпадения, или coincidence detectors. То есть ток через НМД-рецептор теперь проходит, если два события произошло, если просто глютамат выброшен, этого не хватает, если просто депилизация мембраны, этого тоже не хватает. Должно произойти два одновременно, и глютамат, и депилизация мембраны. Вот это на этом слайде показано, это один из обзоров Тима Блиса. Если мы сейчас смотрим на постсинаптическую мембрану, в ней присутствуют НМД-рецепторы, ампорецепторы, тоже рецепторы глютамата. Если синапс стимулируется слабо, то у нас есть некое количество глютамата, которое было выброшено с пресинаптического терминала. Этого достаточно, чтобы открылись ампорецепторы, и происходит вход натрия через ампорецепторы и депилизация пресинаптического терминала. Если же синапс был просимулирован сильно, и у нас шла уже активация ампорецепторов в течение какого-то времени, то в конце концов мембрана будет депилизована настолько, что вот эти ионы магнизия, вот они здесь, они блокируют пору НМД-рецептора, они будут в результате депилизации мембраны, из этой поры они выйдут. И тогда у нас откроется ток через НМД-рецепторы. То есть вы видите, что ток через НМД-рецепторы происходит только в ситуации, когда стимуляция была сильной. Настолько сильной, чтобы мембрана постсинаптического терминала уже была депилизирована. И, что важно, что через ампорецепторы идет только натрий, ну через большинство типов, а через НМД-рецепторы, через некоторые рецепторы особенно, идет и кальций. Ну и в результате, если мы посмотрим на НМД-рецепторы, особенно они всеобразованы, это тетрамерные структуры, которые имеют две субъединицы ГЛЮН-1 и две субъединицы ГЛЮН-2. И ГЛЮН-2, разные есть субтипы, особенно нам важна вот эта субъединица ГЛЮН-2Б, потому что если в молекулярной композиции НМД-рецептор присутствует ГЛЮН-2Б, то это так называемый НР-2Б-сабъюнит, тогда довольно существенный происходит вход кальция через эти НМД-рецепторы. И, опять же, по той же идее, вот такой вход кальция через НМД-рецепторы теперь вызовет увеличение кальция в постсинаптическом терминале. Ну и вы скажете, ну и что? Увеличивается кальция в постсинаптическом терминале, что происходит дальше? Дальше следующий, так сказать, игрок, который нам важен в постсинаптическом терминале, это КМКН-100. Кальций-кальмодульдезависимая киназа второго типа. Работы многих лабораторий одновременно примерно опубликованы вот в этот диапазон времени. Роб Маленко, Роджер Никол, Малина, Силва. Они фактически все, примерно об одном и том же, все эти работы показали, что вот эта активация кальций-кальмодульдезависимая киназа второго типа по постсинаптическом терминале необходима и достаточна для индукции ЛТП. То есть можно полностью сделать мимику ЛТП протокола просто тем, что заактивируется КМКН-100. С другой стороны, если КМКН-100 либо заблокировать фармакологически, либо нокутировать генетически, то ЛТП не будет работать. Чем уникальна КМКН-100 второго типа? Это на самом деле, она существует как 12 мер. То есть есть 12 субъединиц КМКН-100, которые как бы объединяются вот этот вот комплекс. Он вот этот вот, так сказать, вид сверху, вид сбоку. И существует у КМКН-100 способность автофосфорилировать. То есть стимуляция КМКН-100 начинает проводить к тому, что вот субъединица КМКН-100 начинает фосфорилировать соседей. Чем соседей в смысле того, что, так сказать, другие субъединицы в этом же комплексе, в 12-мерном. Что в результате получается? В результате получается вот это свойство КМКН-100, которое работает как как бы frequency detector. То есть она как бы узнает частоту стимуляции, частоту сигнала. Если кальций входит с низкой частотой, то КМКН-100 активируется. И через какое-то время, так сказать, ее активность спадает. И тогда у вас возникает ситуация, когда происходит вот эта, так сказать, краткосрочная достаточно активация КМКН-100 в терминале. И все. Если же КМКН-100, если же кальций нарастает с большой интенсивностью, с большой частотой, с большой частотой, то постепенно возникает ситуация, когда все вот эти субъединицы в 12-мерном комплексе КМКН-100, они друг друга фосфорилируют. И КМКН-100 становится, так сказать, постоянно активна. То есть если, так сказать, ситуация зашла так далеко, что все субъединицы вот в этом 12-мерном комплексе автофосфорилируют друг друга, то эту КМКН-100 уже как бы не выключить. Она теперь постоянно активна. И уже независимо от того, какой кальций в клетке. То есть кальций теперь может упасть. И кальций, так сказать, уже не важен становится, потому что теперь уже мы отсоединили, фактически, вот эту биохимическую активность КМКН-100 от внешней стимуляции. Она теперь, так сказать, остается в перманентно, ну, перманентно на долгое время активированном состоянии. И фактически вот этот тот самый переход, от симуляции во время титанической потенциации, когда, так сказать, происходит за счет активации нынешнего рецептора входа кальция в терминал, мы теперь, так сказать, отключились уже от этого изначального входа кальция, потому что у нас теперь КМКН-100, она находится в активированном состоянии и перманентно, ну, на долгое время. Ну, много, так сказать, работы. И, в принципе, на сегодняшний момент есть как бы договоренность, скажем, в области, что вот эти основные игроки, НМД-рецептор и КМКН-100 играют важнейшую роль в том, чтобы, так сказать, произошло ЛТП. Что происходит дальше? Уже как бы дальше начинается, так сказать, много разных теорий. И мы слышали от Павла Милославовича некоторые новые идеи, что может дальше происходить. Но вот как бы изначальные стадии, они как бы достаточно, так сказать, общее есть соглашение, что НМД-рецептор должен открыться, кальций должен войти, КМКН-100 должна заактивироваться и перейти вот это вот, так сказать, автофосферилированное, перманентно активированное состояние. После этого КМКН-100 уже, так сказать, много имеет субстратов. И, в зависимости от того, какие-то субстраты, там разные лаборатории, уже разный вес придают разным сигнальным путям. Ну, вот первые два шага, они как бы более-менее все договорились. И вот как бы, ну, это один из обзоров Лисмана, который это показывает, что вот в этой ситуации использовался двухфотонный, так сказать, глютамат анкейджинг, то есть стимулировался один терминал в изоляции. И показано, что на уровне одиночного терминала постсинаптического можно увидеть увеличение кальция в одном терминале, независимо от всей остальной клетки. Увидеть можно потенциацию как бы ЛТП на уровне одиночного терминала. Увидеть можно активацию вот КМ-кайнези, это переход, это, так сказать, флоресценный сенсор, который детектирует активированную форму КМ-кайнези. И в этом одиночном терминале эта КМ-кайнеза теперь заактивирована, а в других нет. И, кроме того, видно, что КМ-кайнеза не только активируется в этом терминале, она еще начинает транслацироваться, то есть как бы из дендрита туда она накапливается. Ну, это из того же обзора. Как бы опять же те же вот шаги. Вход кальция через МД-рецептор, активация КМ-кайнеза, переход КМ-кайнеза в перманинное активное состояние и транслокация КМ-кайнеза в терминал. Ну, понятно, что если у нас есть метод усиливать синаптическую передачу, как ЛТП, должен быть метод ее ослаблять. Потому что если бы она только все время усиливалась, мы бы в конце концов усилились бы до предела, и на этом бы вся пластичность пропала. Поэтому существует обратный процесс. Процесс лонг-терм депрессии. Это способ ослаблять синаптическую связь. Изначально было показано работами Берер и Маленко. Две лаборатории одновременно примерно это опубликовали. Они показали, что вот эта стимуляция с высокой частотой приводит к ЛТП, к фсилитации. Но если стимулируется с низкой частотой, происходит обратное, происходит лонг-терм депрессия, то есть ослабление синапсов. И Колинридж открыл другую форму ЛТД. Он показал, что можно добиться вот такого ослабления не только стимуляции низкочастотной, но и через стимуляцию метабоатробных глютаматных рецепторов. И в конце концов, ну я тут не буду в детали вдаваться сильно, было показано, что основным игроком для ЛТД является фосфатаза кальцинирин. И фактически активация кальциниринов по синаптическим терминалям. Она именно приводит к ЛТД. И фактически можно говорить о том, что синаптическая сила, связь, синаптическая связь определяется постоянным балансом на биохимическом уровне между активностью КМ-кинеза, который все время фосфорилирует свои субстраты, и кальцинирином, который их все время дефосфорилирует. И фактически у нас идет постоянная, так сказать, вот эта вот борьба в каждом отдельном постсинаптическом терминале. Идет постоянная борьба между КМ-кинезой и кальцинирином. И если выигрывает КМ-кинеза, то у нас происходит усиление этого синапса и происходит ЛТП. Если выигрывает кальцинирин, то у нас происходит ослабление этого синапса и ЛТД. Вопрос. И тот, и другой энзим, и тот, и другой, и каимкиназа, и кальцинерин, кальций-зависимы. То есть как они могут разобраться, кто выиграет. То есть кальций в терминале вырос в результате либо активности НМД-рецептора, либо симуляции метаботропного глютоматного рецептора, либо открывания L-type каналов. Как принимается решение, так сказать, в чью пользу? В пользу каимкиназа или в пользу кальцинерина? Ну, идея состоит в том, мне кажется, которая напрашивается из большинства литературных данных, что все зависит от того, именно от характеристики вот этого кальциевого сигнала. То есть если сигнал был быстрым и высокоамплитудным, то такие, ну, просто свойства фермента такие, что это позволяет максимальной активации каимкиназа. Если же сигнал был медленным и относительно низкого уровня, то это позволяет активироваться кальциниурином, потому что афинность кальциниурина, но она выше для кальция. Хотя оба они кальциномодулине-зависимые, но, так сказать, получается так, что если посмотреть по кинетике, энзиматической кинетике, то вот такие быстрые и высокоамплитудные сигналы лучше для каимкиназ, а вот такие медленные и низкомплитудные сигналы лучше для кальциниурина. Но идея такая, что в процессе нейрональной активности, в зависимости от того, какая она, выигрывает либо кальциниурин, или каимкиназ, либо кальциниурин. И можно, так сказать, понять, вот это, если, так сказать, вернуться к принципу HEPA, HEPA, почему, так сказать, fire together, wire together. Потому что, вот если, так сказать, нейроны одновременно активны, то это позволяет, вот, так сказать, иметь по синаптическому терминале вот такие быстрые и высокоамплитудные усиления, так сказать, кальциевого сигнала, что позволит этому синапсу усиливаться. Если же нейроны активны не одновременно, а, так сказать, десинкризированы, то это будет приводить вот к таким кальциевым ответам, более, так сказать, низкомплитудным и, так сказать, более продолжительным. В результате синапс будет ослабляться, потому что будет выигрывать кальциниурин. Понятно, что это очень упрощенная идея. Понятно, что есть много других дополнительных игроков, которые играют важные роли. Панел Насладович говорил о протеинке NSC и роли, которую протеинке NSC играет. Но в первом приближении, если в общих чертах думать про, что же определяет силу синаптической связи, то можно думать о балансе кальциниурин и оба кальциозависимых фермента в противоположную эндематической активности. Одна киназа, другая фосфатаза. И постоянно в синапсе идет борьба между ними. И фактически борьба между этими двумя ферментами. Их очень много. Кальциниурин и кальциниурин, их очень много в мозгу. И в каждом терминале их очень много. И они постоянно между собой борются. Ну, последние несколько минут. Тут уже как бы время заканчивается. Поэтому просто, ну, я хотел сказать, что понятно, что если кальций настолько важен и для синаптической связи, и для синаптической пластичности, то понятно, что с нарушением кальциозигнализации может быть связан ряд заболеваний, в частности, заболеваний мозга. Изначально это была идея, предложена Завеном Хачатрянам, в обзоре, ну, он как бы из общих соображений, такой чисто диалетический обзор, фактически сказал то, что я сейчас сказал, что кальций играет важную роль. И с возрастом, если себе представить, что есть некие, даже достаточно небольшие нарушения в способности нейронов осуществлять кальциозигнализацию, то это в конце концов может привести к нарушениям функционирования мозга. И вот это так называемая кальциевая гипотеза старения мозга, которую с тех пор, его статья, его обзор простимулировал исследования в этом направлении. Многие ученые начали экспериментально изучать, а насколько реально кальций, например, в старых нейронах отличается от, кальциозигнализация в старых нейронах отличается от молодых. Ну вот основные тут игроки были Ландфилд, Тиббл, Фостер. Целая серия работ, где они брали крыс 12-месячных, 18-месячных и аккуратно сравнивали их электрофизиологическую и кальциозигнализацию свойства с молодыми. Ну вот одна из моих любимых их статей, где они показали, что действительно существует отклонение. И если сравнить нейроны молодых крыс и пожилых крыс, то при разных потенциалах действия большую роль играет аноплазматический ретикулум. Больше кальция выбрасывается из аноплазматического ретикулума, больше кальция в сторс. И в результате того, что выбрасывается больше кальция из аноплазматического ретикулума, происходит невозможность генерировать потенциал действия, потому что автогиперпаллизация происходит более сильно. Это фактически, они видели на уровне электрофизиологических параметров. У меня время заканчивается, поэтому я просто быстро сформулирую основные постулаты этой теории. На сегодняшний момент, что мы знаем о кальцио-гипозе старения мозга? Один из аргументов, которые поддерживают, то, что на биохимическом регулярном уровне мы знаем, что с возрастом происходит уменьшение уровня экспрессии кальцио-связочных белков. То есть в тавлазме нейронов есть много кальцио-связочных белков, кальцио-буферов. В нейронах стареющих их становится меньше, их у них все-таки падает. И есть доказательства, а наблюдения о том, что те типы нейронов, где количество кальцио-буферов высокое, обычно при нерезиотических заболеваниях они остаются наиболее незатронутыми. Также происходит депилизация митохондрии в нейронах. Это как бы по Скулачеву классические митохондрии с возрастом накапливают. В результате мутации в митохондриальном ДНК накапливаются проблемы. Нейроны клетки не делящиеся. Делящиеся клетки могут митохондрии обновить в процессе деления клетки. У нейронов такой возможности нет. Поэтому как бы митохондрии в нейронах, если нейрону, сколько лет нейрону, столько лет и митохондрия в нейроне. Поэтому накапление вот этих митохондриальных мутаций в нейронах приводит к тому, что постепенно уровень мембранного потенциала на митохондриях уменьшается. А митохондрии играют важную роль тоже в наборе кальция из стоплазмы. И поэтому происходит дисрегуляция кальциевой сигнализации. Я тут перечислил несколько характеристик, чем отличается нейрональная кальция сигнализации при возрастных изменениях. По работам, которые я показал, результаты повышения уровня кальция в нейронатическом ретикулами, снижение цитозольного кальциевого бафора, то есть кальций в стоплазме начинает нарастать, повышение базальных уровней кальция, депутация митохондрии. И вот опять у нас всплывает кальцинирин. Я уже по кальцинирин говорил в контексте LTD. Именно такая ситуация, когда есть небольшое и достаточно медленное, плавное нарастание цитозольного кальция, это именно тот сигнал, который позволяет кальцинирину начинать выигрывать против КМ-кинеза. И понятно, что если постоянно в нейроне кальций цитозольный слегка повышен, то если вы вспомните идею, что КМ-кинеза и кальцинирин все время борются между собой, в такой ситуации кальцинирин начинает выигрывать. И действительно экспериментально показано, что в старейших нейронах и особенно при болезни алсгаммера кальцинирин существенно более активирован, чем в норме. И в результате у нас происходит нарушение индукции LTP, поскольку кальцинирин у нас теперь начинает выигрывать. И у нас сдвигается баланс между LTP и LTD в сторону LTD. Потому что синаптический контакт начинает ослабляться. Но, к сожалению, у меня время закончилось, поэтому я тут остановлюсь. Про наши работы по болезни алсгаммера я уже в другой раз расскажу. Спасибо большое.